МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О перспективах, которые открывают перед выпускниками новые образовательные центры. Артем Петров продолжит. Первые звонки и новые открытия. В 6-й Ульяновской гимназии сегодня заработал детский технопарк. Кванториум появился благодаря нацпроекту образования, а направлений, по которым здесь будут обучать, множество. Это биоквантум, робоквантум, то есть это робототехника, хай-тек-цех, это станки деревообрабатывающие, 3D-принтеры, граверы. Также у нас будет открыт беспилотный квант, квант беспилотных летательных аппаратов, где они будут собирать, программировать их, учиться пилотировать. Осматривая новый Кванториум, Алексей Русских обозначил главную задачу технопарка. Сейчас пока мы учимся на китайских конструкторах, чтобы в дальнейшем изобрели и создали свой российский конструктор. Своим знанием глава региона сегодня поделился с учениками лицея при техническом университете. Русских прочитал старшеклассникам лекцию по робототехнике. Отдельно была затронута тема развития беспилотников. Сегодня это одно из перспективных направлений. Алексей Русских рассказал, что уже скоро на территории Ульяновской области производство дронов развернет Уральский завод гражданской авиации. И они заходят к нам со своей технологией, создают рабочие места, чтобы понимали беспилотные летательные аппараты, о которых идет речь. У него размахили в порядке 40 метров. И они будут собираться у нас и у нас испытываться на базе Родома Восточной. За академический час беседы глава региона рассказал школьникам о профессиях будущего. Эта лекция нам помогла определиться с будущей профессией. Возможно, мы с вами пойдем по этой специальности роботехника и будем помогать стране, работать на благо страны. Только в этом году региональной ячейкой общества знания запланировано больше 150 подобных встреч с предпринимателями-банкирами и чиновниками. Эта акция в первую очередь будет не только интересна нашим спикерам, активным участникам, но и, конечно же, ребятам, которые встретятся в неформальной обстановке с интересными людьми и узнают очень интересно много нового и пополнить свою копилку знаний. В самом техническом вузе с этого года множество нововведений. Обучать здесь теперь будут и по профилю «Искусственный интеллект». Новизна у нас связана и с другими направлениями подготовки. Например, с направлением подготовки, связанным с аэрокомпозитами, с появлением других новых профилей. День знаний сегодня отмечают во всех образовательных учреждениях региона. Глава области также посетил Суворовское училище. Вместе с руководителем региональной приемной «Единой России» Марины Беспаловой русских поздравил кадетов с началом учебного года. Артем Петров и Михаил Державин. Вести. Ульяновск. В Ульяновском районе сегодня открыли монументы памяти войск, ВДВ и Росгвардии. Мемориалы в честь погибших героев установили на аллее мудрости в Ишеевке. Это одно из самых значимых мест в рабочем поселке. Год назад здесь появился памятник погибшим воинам-землякам в Афганистане и Чечне. А еще во время специальной военной операции. Монументы памяти войск ВДВ и Росгвардии создали в рамках федерального проекта «Историческая память». Мероприятие прошло в знаковый день. 1 сентября – это дата начала Второй мировой войны, а еще день знаний в школах. Неслучайно вахту памяти наряду с ветеранами войн и локальных конфликтов несли юнормейцы. Их старшие товарищи организовали волонтерскую группу «Зов памяти». Ее главное направление работы – патриотическое воспитание молодежи. Данная аллея по задумкам – это будет точка притяжения патриотического воспитания молодежи в первую очередь. Потому что если молодежь сейчас не воспитает, потом неизвестно, что с ней будет. Готовим будущих патриотов нашей Родины. Сразу после открытия памятников состоялось возложение цветов. В церемонии принял участие депутат областного законодательного собрания Владимир Камека вместе с жителями поселка. В рамках мероприятия воинам СВО передали ключи от автомобиля УАЗ. Машина отправится в зону спецоперации. На этом все. Спасибо, что были с нами. Приятного вам вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова